Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на 3wbnews.kz Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Здравствуйте, мы начинаем онлайн-конференцию на портале bnews.kz Сегодня гость нашей студии министр нефти и газа Республики Казахстан Сауат Мунбаев. Тема конференции проекта нефтегазовой отрасли – основные приоритеты и послания головы государства. В студии работаю я, Инукин Жабулатова. Сауат Мухаммедбаевич, добро пожаловать в студию bnews.kz Добрый день. И в начале нашей беседы начнем тему проектов нефтегазовой отрасли, обозначенных в послании. Выступая с посланием в этом году, глава государства объявила о старте новых грандиозных проектов в сфере высокого передела сырьевых ресурсов и инфраструктуры Казахстана. В частности, обозначила необходимость создания комплекса глубокой переработки нефти на Атараусском НПЗ стоимостью 1,7 млрд долларов. Когда планируется строительство данного комплекса и как, на Ваш взгляд, может измениться ситуация на рынке ГСМ с его появлением? Начало стройки, уже собственная стройка планируется в мае этого года. Осталось совсем немного. Окончание мы планируем на середину 2015 года. Касательно, как повлияет, понятно, сейчас глубина переработки нефти на этом заводе достаточно маленькая. Предполагается поднять до 87%. Если говорить только о бензиновой позиции, то предполагается увеличение на 1,2 млн тонн в год. Сейчас мы завозим светлых нефтепродуктов ежегодно 1,6 млн тонн. Понятно, к 2015 году эта цифра еще больше увеличится. И Атаравский завод, его глубокая реконструкция, она не покрывает всю недостающую потребность в светлых нефтепродуктах. Предполагается весь дефицит закрыть за счет завершения реконструкции на всех трех нефтепрерабатывающих заводах. Это и Шимкенский, и Павлодарский, и Атаравский. Спасибо. Хорошо. А на каком этапе находится проект газоперерабатывающего завода, мощных всего 5 млрд кубометров, о котором также упоминал глава государства? Когда начнется его строительство? Здесь сложнее все. На сегодняшний день, если формальный статус говорить, то закончены технико-экономическое обоснование. госэкспертиза будет получена этой осенью. Есть возможность уже приступить к проектно-смертной документации. Эта работа будет форсирована. В то же время вопросы с сырьевой базой этого завода остаются. Я имею ввиду решение этого вопроса с Российской Федерацией, потому что действует на сегодня ратифицированный договор о поставке к Врачебиновского сырого газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод. И в случае строительства нашего ГПЗ, понятно, отгрузки на Оренбург будут сокращены на 5 млрд кубометров. Но тем не менее, от полной зависимости от оренбургских мощностей нам не уйти. Мы сегодня добываем уже около 9 млрд. Это без третьей базы Карачаганака. И в любом случае определенный объем придется грузить на Оренбург. Это означает, что сколько, куда будет грузиться, этот вопрос надо согласовать с Российской Федерацией. Этот вопрос пока не решен, и мы находимся в переговорном процессе. В случае сложности размещения этого газа, это не так, что там все ждут его много желающих купить. Это сырой газ, он вместе с серой, это не товарный газ, его невозможно использовать как сухой газ для топлива, для потребления. Он требует сероочистки. И в случае уменьшения объемов приемки этого сернистого газа Оренбургским газоперерабатывающим заводом, есть опасность уменьшения объемов добычи на Карачаганаке, я имею в виду жидких фракций, конденсата в частности. Поэтому все вопросы касательно строительства завода, они должны быть в переговорном порядке урегулированы с Российской Федерацией, повторяю. И эта работа сейчас интенсивно ведется. Президент также говорил, что следует обеспечить вывод на проектную мощность от Раусского газохимического комплекса стоимостью 6,3 миллиарда долларов с ожегодным выпуском 500 тысяч тонн пропилена и 800 тысяч полиэтилена. Какова в этом случае потребность Казахстана в этой продукции и каким будет объем экспорта? Это газохимическое производство, оно вообще говоря и строго говоря не ориентировано на внутренний рынок. Потребность в полиэтилене, в полипопилене тем более, в полиэтилене тем более, внутреннего рынка, она крайне незначительная. На сегодняшний день порядка, по-моему, 11 тысяч тонн. Вы сами озвучили эти объемы, на которые рассчитан этот проект. Это 500 тысяч тонн полиэтилена, полипропилена и 800 полиэтилена. Это производство, ориентированное на экспортные поставки, прежде всего. Смысл – это дополнительная добавочная стоимость, производимая на территории Казахстана. Это не экспорт газа, не экспорт нефти, это экспорт сложной химической продукции. И, кстати, продукцию с высокой добавленной стоимостью не так просто размещать на мировых рынках. В случае с этим проектом объединенная химическая компания, она имеет так называемые «офтейк» контракты. Когда произведенная продукция, уже заранее известен покупатель на эту продукцию. Перейдем к теме газификации центральных регионов Казахстана. И первый вопрос от пользователя нашего портала Олега. Здравствуйте, Салат Мухаммедбаевич. Меня, как жителя Акмолинской области, давно интересует вопрос, почему север и центры Казахстана еще не отапливаются газом, который сжигается на факелах. В Западно-Казахстанской области уже более 30 лет без перерыва ажгут оголь и дрова. Ну, во-первых, объемы сжигаемого газа последовательно уменьшаются. И на сегодня процент сжигаемого газа, он там не достигает 2%. Это считается хороший показатель. Там, кроме двух компаний, которые мы не остановили из, так скажем, социальных соображений, потому что это бы означало прекращение добычи, это добычные мощности, расположенные вблизи моногородов. Это вопрос, там, зарплат, рабочих мест и так далее. Все остальные нефтедобывающие предприятия, если и сжигают газ, то сжигают в рамках так называемого технологически неизбежного сжигания, что предусмотрено запоминательством. То есть, я хочу сказать, что вопрос обеспечения центра и севера газом, он вообще-то впрямую с сжиганием газа не связан. Теперь, если говорить об обеспечении севера и центра газом, это поручение в послании главы государства прозвучало. На сегодняшний день есть и ТЭО. У этого ТЭО, это ТЭО, технико-экономическое обоснование, прошло госэкспертизу. Сейчас газомный газ интенсивно работает над проектно-сметной документацией. И, я думаю, в начале следующего года мы приступим уже к собственному строительству, окончив всю документальную подготовительную часть, что тоже достаточно большая работа. Если говорить о параметрах этого газопровода, то мы рассчитываем на мощность 1,5 млрд кубометров в год. Трасса, маршрут будет пролегать, это Табул, Кукшитау, Астана. Понятно, все населенные пункты, которые идут, расположены вдоль маршрута этого газопровода, могут быть потенциально газифицированы. Почему говорю потенциально? Потому что должны быть инвестированы средства в строительство уже распределительных сетей от магистрального газопровода. Это, в свою очередь, зависит от бюджетного финансирования. Это процесс. Ориентировочно по ходу, по трассе, это 1,5 млн кубометров по году, я имею в виду объем потребления. На саму Астану мы рассчитываем до миллиарда кубометров в год. И если говорить о структуре потребления этого газа, уже, собственно, в Астане, вот те ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 мы пока не предполагаем переводить на газ, но будет на левобережье строиться парогазовая установка, которая будет производить и тепло, и электроэнергию. И при этом будут решаться и экологические вопросы. Почему такая конфигурация? Почему правительство склоняется вот к такой конфигурации? Есть целый ряд серьезных вопросов, которые, конечно же, надо учитывать. Первое. Это этот газ, который придет, он, понятно, не дешевый. Даже при том, что труба будет финансироваться, если будет финансироваться из бюджетных средств. Ну, скажем, на вскидку это даже по своп-операциям на границе цена 105 долларов тысяча кубометров. Транспорт будет, наверное, стоить первое время, во всяком случае, долларов 60. Если сети по городу, я имею в виду, если говорить о населении, это тоже долларов 50, это уже 210 долларов. Это не дешево. И последнюю компоненту надо исключать, вот если мы говорим о парогазовой установке. Но даже цена 160, она все равно дает и тепло, и электроэнергию дороже, чем мы могли бы получить на угле. То есть надо считаться со всеми социальными последствиями перехода на газ. По экологии, по удобству, это безусловный плюс, но одновременно это означает и увеличение уровня тарифов. Это один вопрос. Поэтому уголь и газ придется, ну так скажем, миксовать во избежание скачка тарифного. Второй вопрос, все равно надо понимать по рынкам сбыта угля. И это второй вопрос. Если от того, что резко сократится объем употребления угля, и там решать вопросы трудоустройства шахтеров, это, в этом тоже есть вопрос. И есть еще один серьезный вопрос, это вопрос безопасности. Эта труба, во всяком случае, на первом этапе предполагает использование российского газа. Тянуть, например, трубу с Карачевинака до Тобола, это достаточно дорогое удовольствие, большое расстояние. По мере роста потребления когда-нибудь это, наверное, можно будет сделать. Сейчас это на первом этапе не предполагается. И мы рассчитываем менять газ Карачевинака на газ происхождения Российской Федерации, давать его в Карачевинаке, получать на Тоболе в Карталах. И таким образом, если вся теплоэнергетика столицы будет сидеть исключительно на российском газе и ни на чем другом, вопросы безопасности также присутствуют. То есть это всегда существенный аспект. С учетом всех этих нюансов определена мощность газопровода первого этапа, как я сказал, полтора миллиарда кубометров в год. Этого, я думаю, на 10-12 лет точно хватит. После этого по мере роста потребления, по мере строительства газовых сетей, по мере привыкания населения и потребителей к новому виду топлива, можно говорить о расширении объемов прокачки. И для этого не обязательно менять трубу, это делается путем строительства дополнительных компрессорных станций. Хорошо. Сколько средств заложено в бюджете на реализацию этого проекта? Полагаем, будет порядка 175 миллиардов тенге. Но это на несколько лет. Хорошо. Перейдем к теме касательно ГЦМ. В начале месяца вновь повысили цены на горюче-смазочные материалы, и при этом Вы прогнозировали о повышении цен не в апреле, а в мае этого года. Почему это случилось раньше, и что предпринимается Министерством нефти и газа для стабилизации цен? Я не знаю, я не прогнозировал ничего в мае. Ну, такая информация проходила в СМИ. Не знаю, кто Вам давил эту информацию. Цена повышается, она завязана на цену на нефть, на цену импортируемых нефтепродуктов. Когда это случится в мае или в апреле, это не есть желание Министерства нефти и газа или антимонопольного комитета. Кстати, предельную цену устанавливает сейчас не Министерство нефти и газа, а устанавливает антимонопольный комитет. Потом, когда Вы говорите, вот повысилась цена, вот надо различать две группы нефтепродуктов. Те нефтепродукты, на которые установлена предельная цена, и те, на которые не установлены. На которые установлены это три вида нефтепродуктов. Это бензин 80-й, 92-й, 93-й и дистопливолетний. Если говорить о доле вот этих трех видов светлых нефтепродуктов, в общей корзине светлых нефтепродуктов, это порядка 90%. И на эти три вида нефтепродуктов справедливости надо также сказать, что цена с августа по апрель не менялась. И такая возможность с августа прошлого года по апрель нынешнего появилась с вводом в действие норм нового закона об обороте нефтепродуктов. Цена на 95-98, которую в общей корзине, повторяю, включающая авиатопливо, составляет порядка 10%, она была свободной. Теперь, значит, почему может правительство принимать решение об увеличении предельного уровня цен на регулируемые виды нефтепродуктов? Я не раз говорил о балансе нефти. На сегодня объем потребления внутреннего рынка порядка 14 миллионов тонн по году, из которых 7 завозятся из Российской Федерации. С 2014 года мы все 14 будем поставлять с внутреннего рынка. Часть из них обменные операции будут, ну, неважно. Пока вот 7 поставляется из Российской Федерации. И это нам выгодно вообще-то для бюджета. Теперь эти 7 миллионов тонн Российская Федерация, понятно, продает просто без экспортных пошлин, но и только. Но это мировая цена. И, понятно, купив нефть по мировой цене, переработав ее на заводе, это определяет какую-то минимальную планку на нефтепродукты, которые выработаны из этой нефти. Один вопрос. Теперь, несмотря, откуда бы мы ни поставляли эту нефть, при 100% загрузке наших нефтеперерабатывающих заводов, тем не менее, мы еще импортируем нефтепродукты светлые в объеме 1,6 миллионов тонн по году. Кто эти нефтепродукты продаст, ну так скажем, в пределах наших, нами же установленных предельных цен? Ясно, они продают, если это выгодно, им они продают. И, понятно, правительство ориентируется на общую конъюнктуру цен по импортируемой нефти и нефтепродуктам. Но закон позволяет по тем видам нефтепродуктов, на которые установлены предельные цены, избежать скачкообразного или, так скажем, непрогнозируемого изменения в уровне цен. Хорошо, следующий вопрос от Мурата Бегжанова. Почему бензин марки АИ-95 дешевеет на фоне удорожания 92-93? С чем это связано? Ну, я повторюсь, что 92-93 вообще-то был неизменен по уровню цены с августа по апрель месяц. И в апреле антимонопольный комитет принял соответствующее решение. Под этой ценой подписывались и Министерство экономики, и Министерство нефти и газа. И связано с теми факторами, о которых я говорил. 95-й бензин, ну, это, наверное, не совсем корректно, что он дешевеет. Он, на него нет предела цены. Его вот кто хочет, он и завозит, лишь бы у него была соответствующая аккредитация. А аккредитованных оптовых компаний в Республике Казахстан, их 800 на сегодня в реестре. Из этих 800 любой желающий имеет возможность завозить. И цена с августа, она и очень прилично поднималась. И очень прилично опускалась. И судить на, скажем, по апрельскому небольшому там снижению, поскольку там в России припала цена на 95-й бензин. И есть возможность завозить этот чуть припавший по цене 95-й бензин. Но это не тенденция какая-то, нет, не основательная тенденция. Это отражение текущей конъюнктуры. Хорошо. Следующий вопрос от Алибека Балтабаева. Будут ли в этом году закупать топливо, как в прошлом году это сделал Казмонайгаз? Ожидается ли дефицит топлива на внутреннем рынке этим летом? Ну, надеюсь, что Казмонайгаз в этом году закупать не будет. Почему говорю надеюсь? Потому что в прошлом году мы, ну, таково было решение, мы держали достаточно низкий уровень цен. Вот по тем видам, на которые устанавливаются предельные цены. И тогда разрыв в цене, скажем, на казахстанском рынке и российском рынке доходил до 40%. Но если иметь дефицит на внутреннем рынке и иметь очень прилично меньший уровень цен, чем в Российской Федерации, ожидать, что кто-либо будет завозить на наш рынок бензин по меньшей мере наивно. И, конечно, занижая вот этот предельный уровень цен, конечно, будет делиться, никто себе в убыток возить не будет. Но поскольку было принято решение удерживать тот уровень цен для контроля за инфляцией вот в прошлом году, понятно, никакой в здравом уме частник в убыток себе возить не будет. И Казмонайгазу было приписано возить этот бензин, несмотря на то, что он формирует у себя убытки. Если те предельные цены, которые устанавливает правительство, они как-то основаны на реалиях, не надо никому сверхдоходов, не надо, чтобы эти цены сильно прыгали. Но если они отражают вообще-то общий уровень рыночной конъюнктуры, то тогда дефицита не будет. И я надеюсь, что вот это апрельское повышение цены, оно какой-то запасик дает. Там он не столь значительный. Но это в том числе позволяет завозить бензин, пусть с минимальной, но рентабельностью. Хорошо. Будут ли пересматриваться предельные цены? Если да, то когда? Вопрос от Медеда Байжанова. Не знаю. Предельные цены рассматриваются раз в месяц. Если цена на нефть меняться особенно не будет, я не говорю там про небольшие флуктуации, то предельная цена пересматриваться не будет. Если нефть скакнет, то, понятно, предельная цена тоже вырастет. Хорошо. Следующие два вопроса от Ильдара. Есть ли у нас согласованная политика с Россией и Белоруссией по топливу? Как у них обстоит вопрос с ценами на топливо? Согласованная политика есть. У нас подписано тройственное соглашение между тремя нашими государствами. И считается, что по нефтепродуктам мы сформируем, и он уже начал формироваться, общий рынок. И любые взаимные поставки будут беспошлиные. То есть экспорт, импорт не будет облагаться экспортной пошлиной в этом случае. Поэтому цены на этих трех рынках, понятно, последовательно будут выравниваться. Но некоторый уровень, некоторые различия в этой цене быть может, как есть сейчас. И связано это с разным уровнем косвенных налогов на разных рынках. Скажем, у нас акциз на нефтепродукты, он значительно ниже, чем в Российской Федерации. За счет вот этого акциза в Российской Федерации цена на топливо для потребителя, она выше, чем в Республике Казахстан. Я говорю в данном случае про вот те виды нефтепродуктов, на которые установлена предельная цена. На процентов, наверное, 15-20 точно на сегодняшний день. Она по разным видам нефтепродуктов может чуть-чуть отличаться. Но для продавца это одни и те же доходы. Но за счет добавления большего акциза в Российской Федерации этот уровень цены, розница, я имею в виду, розничной цены, он выше, чем в Республике Казахстан на сегодняшний день. А как обстоит политика выравнивания цен с Россией и Белоруссией? Вообще какая разница с Россией и Белоруссией у нас? Ну я только что назвал это. С Российской Федерацией в Белоруссии еще выше чуть-чуть уровень цен, и там еще выше, чем в России. Это никаких запретов по перетоку этих нефтепродуктов, его нет, и эта цена последовательно, она будет выровнена естественным образом. Различие в уровне цен, тем не менее, останется на уровень акцизов, который есть и в Российской Федерации, и у нас. Повторяю, в Российской Федерации этот уровень акцизов на розницу, он выше, чем у нас, и за счет этого у них выше цена для потребителя, по сути, по всей линейке нефтепродуктов. В ранее с российских СМИ сообщалось, что Казахстан обращался с просьбой увеличить поставки нефти до 8 миллионов тонн, хотя договоренность была на 7 миллионов на 2012 год. Как Вы можете это прокомментировать, и связано ли это с тем, что Казахстан желает увеличить поставки нефти в Китай? Мы не обращались по 8 миллионам тонн. То есть Вы это опровергаете? Опровергаю. Хорошо, перейдем к инвестиционным проектам. Вопрос от Лики Авдеевой. Здравствуйте. Как известно, одним из запланированных проектов является строительство газоперерабатывающего завода в Западно-Казахстанской области, в частности, в Бурлинском районе. Между тем, экономическая ситуация здесь в последние годы напоминает застрой. Застрой? Да, вот так вот выразились. Застой, может быть. Да, снижение производственных объемов на Карачаганаке привело к кризису местного малого-среднего бизнеса, сокращению рабочих мест, уменьшению заработной платы. И это никак не подтверждает заявленные цифры средней заработной платы по ЗКО, по информации, размещенной на официальном сайте Акимата Западно-Казахстанской области. Что конкретно планируется в отношении увеличения доли в казахстанском содержании при строительстве завода и непосредственно при разработке месторождения? Ну, не знаю по поводу уровня заработной платы. Единственное, я могу по Карачаганаку сказать следующее. Понятно, у любого месторождения есть период активного строительства, да, инфраструктуры. И там строилась линия там по переработке и стабилизации конденсата, вся другая инфраструктура. Понятно, что на период стройки, собственно, нужны дополнительные рабочие силы, нужны строители и так далее. Когда эта стройка заканчивается и начинается период эксплуатации этих объектов, то, понятно, занятость меньше. И там уже работают не строители, а нефтяники, или те, кто работает на установках по переработке газа на их газовых объектах и так далее. По-видимому, в вопросе речь идет о том, что уменьшился объем строительных работ на Карачаганакском месторождении. Наверное, это так. И в этой связи, если говорить о перспективах по развитию Карачаганака, то они должны внести так называемый field development plan, называется. Мы его называем там третья фаза. Третья фаза пока на рассмотрении, тем более утверждение в уполномоченный орган, каким является Министерство нефти и газа, пока не внесена. Когда будет внесена, мы посмотрим, возможно, утвердим. Понятно, это дополнительный объем работ. Разрешите мне по газовому заводу не комментировать. Понятно, собственно, консорциум к этому газовому заводу никакого отношения не имеет. Газовый завод, хотя один из членов консорциума, это компания ЭНИ, это потенциальный подрядчик по заводу. Во всяком случае, мы работаем с ним на этот счет. Отказательно казахстанского содержания, понятно, это отдельная большая тема и в свете той политики индустриализации, которую глава государства провозгласил, поручил к реализации. Эти вопросы также будут отслеживаться и возможностей для этого у нас сейчас, понятно, побольше, чем когда-либо. Хорошо. На какой стадии и в настоящее время находится согласование концепции по освоению второй фазы Кашагана? Об этом проекте что можете сказать? Пока ни на какой. Вторая фаза концепции не выносилась, ее на сегодняшний день в министерстве нет. У нас идет переговорный процесс по внесению изменений в планы бюджет опытно-промышленной фазы, хотя мы уже близки к решению, надеюсь, в ближайшее время это закончим. Далее блог вопросов от Тулкина Ташимова. Сават Мухаммедбаевич, как на ваш взгляд нужно выстроить механизм гострегулирования цен на рынке ГСМ, чтобы Казахстан не испытывал проблем с топливом? Ну, вообще-то, с принятием закона и подписанием последних подзаконных актов, которые были буквально в марте подписаны, правила игры ясны на внутреннем рынке. И на сегодня мы понимаем, сколько, куда, кому, какая цена, как все это регулируется, как поставляются так называемые удешевленные ГСМ сельхозтоваропроизводителям, как отработан этот механизм, каким образом обеспечивать отопительный сезон. Эти все аспекты законодательством отрегулированы, наконец-то, но надо сказать следующее, можно иметь какие угодные законы, но если у тебя физически нет производственных мощностей для стопроцентного покрытия внутреннего рынка, и ты зависишь в определенной мере от импорта, то надо с этим фактом считаться как минимум, не делать вид, что мы нефтедобывающая страна и автоматом мы должны быть залиты бензином. Эту нефть еще надо переработать, желательно получить нефтепродукты необходимого качества еще, почему тоже еще есть большой вопрос. И после этого говорить о самообеспечении полном, о безопасности и так далее. И это будет сделано с завершением реконструкции всех трех заводов, мощности которых позволят стопроцентно обеспечить всей линейкой нефтепродуктов Республику Казахстан. То есть нужны правила игры и собственно мощности. Теперь вот есть еще один момент заблуждения. Хорошо, вот мы мощности получили после реконструкции, теперь можно держать какую угодно низкую цену. Понятно, потребителю нравится в целом низкая цена, но все-таки мы живем там в рынке. Можно сделать так, чтобы эта цена не прыгала путем установления вот этих предельных цен в частности, но имея общий рынок с Российской Федерацией и с Белоруссией. А проще говоря, отсутствие границ между нами, считать, что мы можем там держать цены, которые там на порядок ниже, чем в соседних рынках, это заведомое заблуждение. Понятно, что цена должна быть более или менее, скажем, равной, может быть, отличающейся немного на величину, например, акцизов. И тогда это будет означать действительно единое экономическое пространство и так далее. Россия собирается регулировать оптовые цены на бензин, а мы, как известно, регулируем предельные розничные цены. Как с учетом высокой зависимости Казахстана от поставок высокооктанового бензина из России, меры российского правительства могут сказаться на казахстанском рынке? Такой вопрос. Смотрите, если Россия, не важно, как регулирует цену, если не будет запрета административного на вывоз нефтепродуктов и, в частности, высокооктанового бензина в Республику Казахстан, это вопрос решаемый, здесь вообще нет вопросов никаких, просто могут, может оказаться ситуация, что вообще-то вероятность которой все меньше и меньше, поскольку мы, считается, строим единое экономическое пространство. Если нет административного запрета на вывоз из России в Казахстан со стороны Российской Федерации, а мы, надеемся, его не будет, его не должно быть теперь в рамках единого экономического пространства, то единственным препятствием для завоза этих нефтепродуктов из России в Казахстан может быть только искусственно заниженные предельные цены на нашем рынке. Если они искусственно не занижены, а приблизительно соответствуют получению минимальной маржи нефтетрейдерами, я еще раз говорю, эти импортные операции, они не эксклюзивные, и ими может заниматься любой оптовик, и тогда никаких препятствий или последствий регулируется оптовая цена в Российской Федерации, не регулируется. Для нас последствий нет. Для нас самое главное у себя не перегнуть палку с регулированием этих цен для того, чтобы импорт имел экономический смысл. Следующий вопрос. Четвертый НПЗ, как Вы уже ранее заявляли, Казахстан начнет строить не раньше 2020 года. В 2015 года Казахстан собирается закончить реконструкцию уже имеющихся мощностей. Есть ли смысл одновременно с реконструкцией строить еще и четвертый завод? Ну, четвертый завод, там есть нюансы, но неважно, ладно. По четвертому заводу мы планируем, что уже должна начаться, собственно, стройка. А все подготовительные вещи, они должны там, ну, например, можно начать в году 18-м. Почему в 20-м стройка? Потому что если в года 4, например, уйдет там 5, собственно, строительство, доведение дома, то к 2025 году мощностей трех реконструированных заводов, их с ростом потребностей внутреннего рынка, прогнозируемой потребности к 2025 году, опять начнет не хватать. Мы в этот раз достаточно прилично опоздали с началом реконструкции и наращиванием мощностей вот этих трех наших заводов. И это, ну, привело, так скажем, при наличии своей нефти к определенным проблемам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. Ну, понятно, не надо этого повторять. Лучше заранее готовиться в той ситуации, когда мощностей теперь уже трех реконструированных заводов не будет в будущем хватать с учетом роста емкости внутреннего рынка. Как Министерство нефти и газа планирует организовать переработку нефти в период, когда заводы будут закрыты на реконструкцию? Мы не предполагаем остановок заводов в период реконструкции, потому что речь идет. Эти заводы, да, они месяц в году не работают, каждый из них. Это так называемые планово-предупредительные ремонты. Мы эти ремонты разбрасываем по времени так, чтобы это не сказалось на поставках нефтепродуктов на внутренний рынок. Будем использовать и эти периоды, и реконструкцию проводить таким образом, чтобы это не сказывалось на текущих объемах выпуска. И последний вопрос от Елены Клевец. Сават Мухаммед Баймич, вас не видно в социальных сетях. Хотелось бы узнавать новости от Министерства нефти и газа из первых уст. Как насчет того, чтобы открыть аккаунт в Фейсбуке и регулярно вести его? Не подумаю. На этом я благодарю вас за интересную беседу, за очень информативный разговор. Удачи вам в работе и всего хорошего. Спасибо.